Есть ли у вас доступ к секретной информации? Потому что сегодня секретные инструменты стиля, которые должны быть у каждого мужчины, в его шкафу. Первое в моем списке – начищение краев. Не знаете, что это такое? Окей, вы тратите много времени, начищая свою обувь, но эта часть подошвы остается грязной. Такой контраст возникает очень часто. Начистите края подошвы, и обувь будет смотреться как новая. В этом сила совета. Далее поговорим о протекторах подошвы. Я ношу обувь таким образом, что со временем я начинаю стачивать подошву по этому краю. Это можно остановить, если я буду использовать дешевый протектор подошвы. Его нужно просто приклеить, и он будет создавать дополнительный защитный слой. И с вашей дорогой обувью этого не произойдет, и не придется ее чинить. Далее поговорим о накладках для сцепления. Я обожаю кожаные подошвы, но мне нравится сцепление, которое дает резиновое. Однако у меня много кожаной обуви, и у нас неблагоприятный климат. Я буду поскальзываться, падать, если не буду пользоваться накладками. Просто прикрепляйте ее здесь на подошву и увеличивайте сцепление. Но для некоторых из вас это может оказаться недостаточным. Вы можете взять резиновую подошву и приклеить ее с помощью специального клея, и вы будете готовы к зиме. Далее экстендер-пуговиц для рубашки, которую вы давно не надевали. Когда вы застегиваете верхнюю пуговицу, чтобы надеть галстук, вы понимаете, что она села в воротнике. Ну или вы немного набрали. Экстендер-пуговиц добавит вам их, и вы сможете застегнуться и надеть галстук. Далее у вас должен быть хоз-пакет. Мой лайфхак таков. Каждый раз, когда я заселяюсь в отель, я прошу швейный набор. У них он должен быть, чтобы дать вам. Возьмите его с собой. В нем будет все, чтобы провести экстренную швейную операцию. Цветные шнурки. Это забавный и простой способ придать жизнь в паре старой обуви. Далее поговорим о хорошей электрической бритве, которая имеет функцию влажного бритья. Итак, друзья, если у вас есть электробритва, и у нее есть такая функция, попробуйте. Далее поговорим о бесцветном креме. Он не будет окрашивать обувь, и его можно нанести на обувь любого цвета. Это удобно, когда вы путешествуете. С вами черные и бордовые туфли, черные и светло-коричневые. Вам достаточно взять с собой один крем. Следующее оружие для поддержания стиля – подтяжки для рубашки. Я уже о них говорил. Они удержат ваши носки натянутыми, а рубашку заправленной целый день. Не важно, что вы делаете. Хотите пример? Зацените. Сейчас я запрыгну и подтянусь. Знаю, скорее всего не отбил соточку. Не важно, что вы делаете в офисе. Ваша рубашка останется заправленной, и будете хорошо выглядеть. Друзья, военные и полицейские пользуются такими подтяжками, чтобы поддерживать профессиональный вид во время исполнения обязанностей. Итак, если вы передвигаетесь по офису, и у вас постоянно расправляется рубашка, это решение вашей проблемы. Далее поговорим о рукавной подвязке. Немного старомодно, но это поможет вам закатать рукава, если рукава слишком длинная или скрыть лишнюю ткань. Следующий секретный инструмент для хорошо одетого мужчины – правильная вешалка, соответствующая задаче. Итак, вешалка для костюма. У нее есть поперечная планка для ваших брюк, и широкие плечики идеальны для пиджака. Не стоит его вешать на тонкую вешалку для рубашек. Почему? Потому что он деформирует плечики пиджака, и у нее нет перекладины для брюк. Эта вешалка хороша для кожаной куртки, но не для костюма, ведь здесь нет планки. Следующий инструмент – не потеющее зеркало в душе. Если вы спешите, вы бреетесь в душе. Вы не пропустите ни один волосок и маловероятно порежетесь. Следующий инструмент – хороший утюг. Этот утюг достаточно хорош, но этот – шикарен. Как я определил разницу, дело в пластине. Если вы посмотрите на эту пластину, вы увидите гораздо больше отверстий, чем на этой. Это касается паровой функции и ее качества. Хороший утюг может стоить в три раза больше, чем обычный, но в итоге это будет того стоить. Следующее секретное оружие стильного мужчины, он инвестирует в небольшой кейс, который защитит его остальные инструменты. Итак, этот защитный кейс защищает одноразовое лезвие. Кажется, что это не нужно, но такая бритва с погнутым лезвием может хорошенько порезать. Это касается не только лезвий. Куда бы вы не поехали, приобретите себе небольшой кейс, который защитит его от падения. Чтобы не потерять ничего, держите его в кейсе. Я считаю, что стоит доплатить за вещь собственным кейсом. Далее жидкий шов и суперклей как его замена. Если у вас распустилась нитка, порвалась ткань, используйте жидкий шов, чтобы это не вышло из-под контроля. Что интересно, вы также можете использовать суперклей. Нанесите немного суперклея на торчащую нитку и вам не придется беспокоиться, что она продолжит распускаться. Очищающий ластик. Великолепно подойдет для любителей белой обуви или кроссовок. Он содержит немного абразива, который поможет избавиться от любого пятна. Отлично выполнит свою работу. Также есть ластик для замши. Если у вас есть замшевая обувь, возьмите его к себе на вооружение, чтобы защищать и ухаживать за ней. Давайте поговорим о секретном средстве, которое защитит вашу обувь. Вам нужно найти и нанести на обувь гидрофобный раствор. Гидрофобный означает то, что он будет отталкивать воду. Отлично подойдет все, что на восковой основе. Он отлично справится с работой и создаст защитный слой на обуви. Но если у вас есть туфли из светло-коричневой кожи или из более деликатной кожи, в таком случае всегда проверяйте этот продукт. Нанесите немного на язычок, чтобы проверить, меняет ли он цвет кожи. Далее силикон. Спрей достаточно хорош, если его наносить через каждую пару выходов обуви. Он очень быстро исчезает. Далее поговорим о колодке для обуви. Это не только секретное оружие, но и инструмент, который большинство мужчин не используют, что очень плохо. Ведь когда вы используете колодки, вы поддерживаете форму обуви, которая может меняться после каждой носки. Пользуясь ими, форма продержится гораздо дольше. Далее ложка для обуви. Назначение обувной ложки в том, чтобы не повредить задник обуви при надевании. Это преждевременно старит вашу обувь. В любом случае она просто выглядит плохо, образуются вмятины и растяжки. Да и в принципе с ложкой удобнее надевать обувь. Далее стойка для воротника. Тут вы увидите два главных вида. Пластиковые и металлические. Назначение стойки для воротника – придать ему форму. Вот пластиковая. Мне она нравится больше, чем металлическая, даже при том, что она не такая жесткая. Если вы забудете стойки в рубашке и постираете ее, пластиковые стойки не повредят вашу рубашку, а металлические могут порвать ее. Пятновыводитель. Они есть в виде карандашей, спреев. Но главное здесь то, как вы отреагируете. Потому что пятна въедаются очень быстро. И здесь дело в вашей скорости реакции. Итак, когда вы пролили кофе на себя, сразу открываете ящик, в котором лежит пятновыводитель. Главная скорость, с которой вы начнете принимать действия. Обычно мужчина выше женщин. И когда вы встретитесь с женщиной, она сразу же посмотрит вверх и что она увидит? Эти волосы торчащие из носа. Используйте триммер для волос в носу раз в неделю. Итак, становится холодно, вы надеваете шикарный свитер, который купили в прошлом году. И тут вы замечаете, что он весь в катышках. Друзья, приведите свитер в порядок. Бритвы для свитеров отлично справляются с этим. Камни для свитеров тоже. Если вы не хотите ничего из этого покупать, используйте одноразовые лезвия. Защита от радиоизлучений. Итак, если у вас есть кредитная карта, у нее есть чип, на который содержится доступ к информации о вас. Такая защита может наноситься прямо на карточку, или же вы можете найти одежду, где есть такие карманы, специально экранированные кошельки, сумки, чтобы во время путешествий никто не украл вашу информацию. Ну что, друзья, что вы думаете? Вы узнали что-то новое? Напишите в комментариях. Если вы хотите больше, у меня есть 100 стильных советов меньше, чем за 7 минут. Да, друзья, вы правильно услышали. Вот вопрос, можете ли вы побриться бритвой для свитера? Нет. Я не порезался? Вроде нет. Мне нужно зеркало. Где оно? Пойду найду.